В последние десятилетия прогресс в удаленных результатах лечения злокачественных опухолей связывался с широким внедрением программ скрининга и усовершенствованием как местных хирургических лучевых, так и особенно системных воздействий. Это химиогормонотерапия, таргетантерапия. Но несмотря на заметный успех такого подхода, что проявилось в некотором снижении смертности от ряда злокачественных опухолей, все же приходится констатировать наметившуюся ограниченность дальнейшей эскалации и цитостетических видов терапии из-за нарастающей токсичности при относительно невысокой пользе от такого лечения. В этих условиях эффективная персонифицированная терапия связывается с продолжающимися поисками патогенетических молекулярных мишеней, отвечающих за резистентность к стандартному лечению и созданию моноклональных антител конкретным мишеням. Такая таргетная терапия, так или иначе, опирается на определенные закономерности иммунитета, по крайней мере, в частности, касающиеся разработки гуманизированных моноклональных антител. Но безотносительно этого направления мы становимся свидетелями ренессанса иммунологии в онкологии, иммуно-онкологии, основанной на достижении открытия закономерности возникновения и прогрессирования злокачественных опухолей, ведущей роль иммунитета в этом процессе. Различные аспекты онко-иммунологии становятся главным направлением в попытках снижения смертности от рака во всем мире. В России в последние годы опубликован ряд важных монографий и трудов, отражающих фундаментальные подходы к иммунитету, его роли и возникновения в прогрессировании опухолей. Это труды Рахима Мусаевича Хаитова, Зайры Григорьевны Кадагидзе, Рэма Викторовича Петрова, их работы с 2018-го года, с 2016-го года, с 2011-го года. Некоторые аспекты иммунобиологии рака молочной железы, в частности роли лимфоплазмоцитарной фильтрации опухоли, начали изучаться в ней онкологии еще в 1967-м году. И результаты этого исследования опубликованы в 1970-м году профессором Владимир Федоровичем Семиглазовым. Выраженность лимфоплазмоцитарной фильтрации опухоли была изучена с помощью патоморфологического исследования у 372-х пациентов с первичным раком молочной железы различного размера. В дальнейшем там будет представлена таблица. Один плюс – наличие немногочисленных скоплений лимфоцитов, гистеоцитов, плазматических летучных клеток в опухолевом очаге или вокруг него, или полное отсутствие указанных клеточных элементов. Два плюса характеризовались умеренно выраженной реакцией, когда в поле зрения определяется заметное количество лимфоцитов, плазмоцитов или других элементов мезонхимы, располагающихся как в опухоли, так и среди тяжей опухолевых клеток, инвазирующих окружающие ткани. И три плюса на это наиболее выраженной мезонхимальной реакции, когда имеет место сплошная лимфоплазмоцитарная фильтрация вокруг опухоли и в строме самой опухоли. Изучение выраженности лимфоцитарной фильтрации при различных размерах первичного опухолевого очага показывает отсутствие четко выраженной корреляции. Вот на слайдах здесь представлены четыре слайда. Это микрофото окраска гемотоксилина 1. Первая фотография рисунок 1. Это одиничные лимфоциты в строме по краю опухоли. Второй рисунок это умеренно выраженная лимфоцитарная реакция по краю краевой опухоли. Третий это хорошо выраженная лимфоцитарная фильтрация. И в общем четвертый рисунок это резко выраженная лимфоцитарная фильтрация. Также в таблице представлена степень лимфоцитарной фильтрации опухоли в зависимости от размера первичной опухоли. Как видно из таблицы, что лимфоцитарная фильтрация опухоли наблюдается у 20-29% пациентов и не зависит от размера первичной опухоли. Также в таблице номер 2, в которой 5-10-летняя выживаемость при наличии лимфоцитарного вала вокруг опухоли в группах больных с регионарными и безрегионарных метастазов. В этой таблице наличие метастазов регионарных лимфоцитических узлов у больных с лимфоцитарным валом вокруг опухоли ухудшает отдаленные результаты лечения. Тем не менее, выживаемость в этой группе больных была значительно выше, чем в изученной группе больных в целом. И так, 10 лет после операции живы 83,3% больных с метастазами в регионарных лимфоцитических узлах при наличии лимфоцитарного вала вокруг опухоли и лишь 50,5% при отсутствии такой мезонхимальной реакции. Также все было опубликовано в 1974 году Владимир Щучев-Семиглазов. Также таблица частота полного патоморфологического ответа в зависимости от концентрации опухоли и фильтрирующих лимфоцитов при различных фенотипах рака молочной железы. Данная работа была проведена Денкертом и соавторами в 2018 году. В общем, можно про эту таблицу сказать, что в ходе одностороннего логического регрессивного анализа концентрация ТИЛ предсказывала полный патоморфологический ответ в большинстве клиникопатоморфологических группах. Это отреженегативный рак молочной железы и ХЕР2-позитивный рак молочной железы и люминальный ХЕР2-отвистательный рак молочной железы. Что указывает на то, что связь между иммунологическими инфилитратами и ответами на химиотерапию аналогична через подтипы и клиникопатоморфологические подгруппы. Также хочу рассказать по поводу материалов и методов исследования. На данный момент в МИЦ-онкологии имени Петрова проводятся исследования в рамках его задания и кандидатской работы на тему прогностической значения фильтрации опухолей иммунокомпетентными клетками при раке молочной железы на базе научного отдела опухолей молочной железы, научной лаборатории морфологии опухолей ФГБУ на МИЦ-онкологии имени Петрова. В исследовании проводится ретроспективный анализ. В дальнейшем планируется проспективная часть и в ретроспективной части изучается статус инфильтрирующих опухолей лимфоцитов. С помощью автоматизированного посчета общего количества лимфоцитов и средней плотности лимфоидного фильтрата в строме самой опухоли на материале трепан биоптатов до начала неодневатной системной терапии и этапных биоптатах в ходе лечения. Также будет изучена частота достижения полного клинического и патоморфологического ответа и степень резидуального опухоли в зависимости от статуса лимфоидного фильтрата и при различных биологических подтекпах рака молочной железы. Кроме того, также в ретроспективной части следуется статус инфильтрирующих опухолей лимфоцитов у 300 пациентов с первичным раком молочной железы, не подвергающихся неодневатной системной терапии. В этой части будет изучение отдаленных результатов лечения, это местные региональные рецидивы, отдаленные метастазы, показатели безрецидивной и без метастатической общей выживаемости в зависимости от статуса ТИЛС. В стадии биологического потипа заболевания, стадии менопаузальный статус и биологический потип иммуногистохимический рак молочной железы будет фактором стратификации для этого раздела исследования. И уже с базы канцеррегистра, база данных была с 2009 по 2014 год, выделено около 550 пациентов с первичным раком молочной железы, это Т1-2Н0-1, подвергшихся хирургическому лечению и одеватной терапии. Это гормонная терапия, химиотерапия, рекомендованная антихирургия, таргетная терапия. И включены именно те пациенты, у которых была прослежена 3-5-летняя результата лечения. На данный момент, в 2018 году, вот уже в отделе патоморфологии отданной информации, да, и уже там делается масштабное исследование по гистологическому материалу череду трех 182 больных с диагнозом раком молочной железы, Т1-2Н0-1, М0, не получавших неодеватное лечение, а также там собрана информация по гистологическому материалу 145 больным с заболеванием молочной железы, получавшим неодеватную гормонотерапию. Сейчас, на данный момент, эти исследования в работе. Ну и также там тоже набор ведет пациентов с неодеватной химиотерапией, неодеватной таргетной терапией, плюс химиотерапия. Также там планируется проспективная часть исследования, тоже будет подъемное количество пациентов, в которых будет, главным образом, это будет режим негативный рак молочной железы, хердопозитивный рак молочной железы, лиминальные B-подтипы, где будет также поддвигаться различным вариантом неодеватного системного лечения в соответствии с иммуногистохимическим подтипом заболеваний иммунологическими показателями. Лабораторное исследование, научная лаборатория морфологии опухолей, мисс онкология имени Петрова, проводится автоматизированный подсчет общего количества лимфоцитов и средней плотности лимфоидного инфильтрата в стройме самой опухоли, изменение количества лимфоцитов и этапах биоптатах в операционных материалах с помощью окраски иммуногистохимии будут определены общий эликоцитарный антиген CD4, CD8, FUXP3, PD1 и PDL1. Так как иммуноответ может оказывать парадоксальное воздействие при раке, доказанного Али и соавторами в 2016 году, оценили две функционально различные подгруппы Т-клеток. Это цитотоксические клетки и регуляторные Т-клетки. Цитотоксические Т-клетки, распознаваемые с помощью экспрессии CD8, формируют основной компонент адаптивной иммунной системы клетки, которые представляют чужеродные антигены в сочетании с главным комплексом гистосовместимости первого класса МЧС1, распознаются цитотоксическими Т-лимфоцитами с помощью специфического взаимодействия между представленным антигеном и Т-клеточным рецептором. И это взаимодействие заставляет активированную Т-клетку освобождать такие белки, как перфорины и гранзимы, способные убить клетку с помощью мембранолиза. Такие же механизмы могут действовать на опухолевые клетки, которые, в отличие от обычных клеток, могут представлять атипичные антигены. И регуляторные Т-клетки, экспрессирующие ФОКС-П3, действуют таким образом, чтобы уменьшить иммунный ответ на аутоантигены. Также хотел немного затронуть тему по поводу ингибиторов иммунных контрольных точек, в частности про тезолизумаб. Падогенетический путь через экспрессию PD-1 и PD-L1 является главным регулятором иммунного ответа на растущую опухоль. В результате исследований по оценке наличия PD-1 на опухолеинфильтрирующей липоциты и PD-L1 на опухолевых клетках рака молочной железы было обнаружено, что иммунный чекпоинт протеина повышенно экспрессируется при многих видах рака молочной железы, но особенно часто при трижды негативном раке. Часто определение экспрессии вариабельное может зависеть от методов, используемых для определения иммунных чекпоинт протеинов, а также от качества реагентов, используемых для выделения белков и тканей. И в одном из исследований при изучении 116 образцов рака молочной железы было установлено, что PD-1 экспрессируется на поверхности около 50% опухолеинфильтрирующих липоцитов, а PD-L1 присутствует на 45% клеток рака молочной железы. Сочетанная экспрессия обоих протеинов определяется в 29% случаев. Было тоже представлено Эминсом в 2014 году. Трижды негативный рак молочной железы характеризуется высоким уровнем инфитрирующих опухолей иммунных клеток и в личной экспрессии PD-L1 и высокой частотой мутации, что может генерировать иммуногенные неонтигены, делая их привлекательными кандидатами для PD-L1-таргетной терапии с помощью отезолизумаба. Иммунотерапия с использованием отезолизумаба показала устойчивые ответы при трижды негативном раке молочной железы в исследованиях Эминса 2015 года. Кроме того, отезолизумаб в комбинации с напоклитоксилом показала многообещающую толерантность и активность при трижды негативном раке молочной железы. Исследование Адамса с автором 2016 года. Сам по себе, данномпоклитоксил характеризуется высокой противоопухолевой активностью, что может обеспечить благоприятные изменения иммунного микроокружения опухоли. Также есть таблица, где показана активность комбинации напоклитоксила и отезолизумаба при трижды негативном раке молочной железы. Исследование Адамса 2016 года. В таблице представлена высокая эффективность комбинации чекпоид-ингибитора отезолизумаба и напоклитоксила при трижды негативном раке молочной железы. Также есть исследование 2016 года итальянского иммунолога-ученого Лука Джани, где тоже исследовались несколько препаратов в сравнении. И, в общем-то, отезолизумаб показал лучший эффект. Результат при лечении 3-женегативного рака молочной железы. Ожидаемые результаты. Учитывая, что не более чем у 50% пациентов ХЕР2-позитивную опухоль отвечают на неодевантную антихЕР2-таргетную терапию тростузумаб в комбинации с пертузумабом или слопотенибом, установление предиктивного значения фильтрации опухолей иммунокомпетентными клетками в качестве биологического маркера позволит сузить круг пациентов, которые нуждаются в эффективном, но дорогостоящем таргетном лечении. И определение прогностического предиктивного значения иммунокомпетентными клетками пациентов с 3-женегативным ракомолочной железы, подвергающихся в соответствии с рандомизацией различными режимами химиотерапии, позволит улучшить планирование наиболее адекватного неодевантного и одевантного лечения. И многофактором анализе различных клинических, патоморфологических и биологических факторов, характеризующих пациентов с ракомолочной железы, будет определено прогностическое предиктивное значение выраженности фильтрации опухолей иммунокомпетентными клетками при разных биологических подтипах ракомолочной железы. И учитывая, что 70% пациентов, имеющие рак молочной железы, имеют люминальный эстроген плюс или прогестерон плюс опухоли, будет определено наличие и прогностическое значение это клеточные и лимфоцитарные фильтрации при различных подтипах лиминального рака молочной железы. Это лиминальный А, лиминальный В, эстроген плюс ХР2 минус, и лиминальный В, эстроген плюс ХР2 положительные опухоли. Ну и в принципе вот в заключении, что рост понимания структуры и функций иммунной микросреды опухоли, а также определение, почему некоторые виды рака молочной железы являются более, а некоторые менее иммуногенными, позволит ускорить клиническое применение иммуномодулирующих препаратов на благо всех пациентов с заболеванием молочной железы. Данные полученные при изучении трижды негативного и ХР2 позитивного рака молочной железы отличное начало на пути улучшения результатов лечения для всех биологических подтипов рака молочной железы. Спасибо. Вопрос, пожалуйста. Вопросов пока нет, но ладно.